Здравствуйте, меня зовут Самоленко Наталья. Сюжет зрел давно, но все-то как-то не складывалось. И, наверное, так бы и не сложилось, если бы ни один случай. У меня был выходной, и мы с друзьями решили провести его на природе. Открыли карту и стали выбирать местечко, куда бы нам поехать. На глаза попалось небольшое озерцо в районе Лескового, о котором мы раньше не слышали, и нам захотелось там побывать. Сказано, сделано. Мы сели в машину и поехали навстречу приключениям. И знаете что? Беззаботного отдыха не получилось. Почему? На подъезде к озеру сделали помойку, несанкционированную свалку. На фоне зеленых лугов и вековых сосен повсюду разбросан бытовой и не очень бытовой мусор. Чего мы только не нашли. Старую рваную одежду, банки из-под консервов, полиэтилен, даже ртутные лампы. В общем, зрелище печальное. И среди всего этого великолепия бурным цветом рос репейник. Лопух большой. Рос, несмотря ни на что, стыдливо прикрывая своими большими листьями брошенный мусор. Нет, я не буду сейчас ругать местные власти. В конце концов, не они выбрасывают сюда свой мусор. И не буду обличать жителей ближайших садоводств и коттеджных поселков, которые вместо того, чтобы заказать пухто, тайком озираясь по сторонам, выбрасывают свое мусор. Мы не полиция нравов и не суд совести, чтобы кого-то обличать или осуждать. Бог им судья. Я сегодня хочу поговорить о другом. О растениях, которые растут на свалках и тайком пробираются к нам на участки. Поговорить о растениях, которые мы считаем злостными сорняками. И ведем с ними неустанную борьбу. А они зачастую выполняют достаточно важную роль. Они приходят на участки там, где человек не справился. Где не справился с завложенной на себя задачей, ролью венца природы. Речь сегодня пойдет о растениях-пионерах и рудералах. Представляете, есть и такие. Растения-пионеры были созданы природой, чтобы заселять непригодные для других форм жизни территории. К примеру, делать вулканическую лаву, пригодной для жизни. Облегчать тяжелые глины. Бедную почву обогащать азотом. И так далее, и так далее, и так далее. Я ни в коем случае не призываю вас не бороться с сорняками на участке. Боже упаси! Просто если вы будете понимать их природу и предназначение, вам будет намного проще. Бороться нужно не с ними. Сорняки – это всего лишь следствие, а с самой причиной. Нужно понимать, что на вашем участке или за его пределами пошло не так. Почему все заполонила мать-мачеха? Или все время норовит вылезти и вам чай? Природа совершенна и в мудрости своей создала растения, которые первыми колонизируют территории, непригодные для других представителей флоры и фауны. К таким растениям можно отнести мхи или шайники, травы и даже деревья. От того, кто первым заселил ту или иную территорию, зависит, какой биоциноз в конце концов сложится. У растений-пионеров есть схожие черты. Первое – это способность образовывать большое количество семян. Это вполне логично. Чем больше семян, тем большую территорию вид может обхватить. И еще многие пионеры склонны к беспровому размножению. Второе – это быстрый рост и недолгий срок жизни. Это тоже понятно. Растительные остатки образуют плодородный слой. Третье – это мощные корни, способные справиться с самым твердым грунтом. К примеру, многие ивы. Или наоборот – отсутствие корневой системы, как у лишайников или мхов. Четвертое – растения-пионеры почти нетребовательны в питании. Они могут довольствоваться малым. Выбора-то у них нет. Ну и пятое – растения-пионеры не завязаны на микоризу. Что тоже, в общем-то, понятно. В бедных почвах грибам-то есть нечего. Ничего не забыла? Забыл. Опыляются такие растения исключительно ветром. Опылителем, как и к грибам, ловить тут пока еще нечего. Слишком мало растительное разнообразие. Все эти особенности делают такие растения устойчивыми к тяжелым условиям. Пионеры заселяются в пустынях, неважно, в песчаных, каменных или мусорных. И ценой своей жизнью, а иногда и ценой многих поколений, делают из песка, камня или свалки вполне приемлемые условия. После чего их заселяют более благородные растения. А пионеры-первопроходцы, не выдержав конкуренции, уходят. Они могут конкурировать с несгодами природы, но с другими растениями. Увы, нет. Немного грустная история, не правда ли? Достойная пера Андерсона. Но не будем о грустном, а поговорим, кого можно отнести к пионерам. Начнем с деревьев. Если очень грубо, то деревья можно разделить на две группы. Первая – это те деревья, на корнях которых есть азотофиксирующие бактерии. А вторая, соответственно, без этих клубеньков. Ко второй группе относит ягодную яблоню. Она, благодаря своим плодам, привлекает птиц и диких животных. Они же помогают ей занимать новые территории. Вторым таким растением можно по праву считать березу. Она создает ажурную тень и обладает большой биомассой. Меня поймут владельцы загородных участков, которым осенью приходится выгребать огромное количество листвы. До какой-то осени. Береза начинает желтеть еще в августе. Белую шелковицу также можно отнести к деревьям-пионерам. Большая биомасса, еда для животных и дом для большого количества насекомых. Сумах. Чем не пионер? Сумах еще какой пионер? Недаром хитрые китайцы вовсю используют это растение. Ему у нас на канале отдельный сюжет посвящен. Наиви останавливаться тоже не буду. Ей у нас на канале посвящено аж два сюжета. Отличное растение для глинистых почв, между прочим. Кого я еще забыл? Конечно, черемуха виргинская. Куда без нее? С ней тоже все ясно и понятно. И млекопитающих спернатами привлекает. Ну, про вредителей вы сами все знаете. Перечислять пионеров можно долго. Абрикос, терн, алыча, лещина. А вот на сосну обыкновенную подумать сложно. Хотя, если мы вспомним, что вдоль финского залива ничего, кроме сосны и розы морщинистой, не растет, потому что дураков нет, то сразу встает все на свои места. Сосна обыкновенная, тоже пионер. И это только малая часть самоотверженных представителей флоры, готовых положить в свою жизнь, чтобы следующие виды и поколения процветали. Теперь об азотофиксирующих. И снова я отсылаю к роликам на канале, так как речь пойдет об облепихе. Сухие, бедные, песчаные почвы. Желающих расти в таких условиях немного. Другое растение, ольха, обогащает почву также азотом, но при этом способна выживать в подтопляемых условиях. Или лох серебристый. Не знаю ни одного человека, у которого бы название этого вида не вызывало улыбки. А может, действительно он лох? Много кто может жить на бедных грунтах, да еще при температурах минус 40. Наверное, только пионеры-первопроходцы. Примерно то же самое можно сказать о лохеусколисном. Но он все-таки избегает низких температур. Но часто заселяет территории, где вечная нехватка растительной пищи. И его постоянно объедают дикие животные. Что? О чем это нам может говорить? Правильно, этот вид выдерживает жесткую стрижку. К пионерам можно отнести Робинию лжеакадцевую и клейкую. Глядичью трехколючковую. Помните растение из питомника в Саратове, о которого уколола Статьяна? И это неудивительно. За бортом жара, сухость, а к ней с телячьими нежностями лезут. Отстаньте от растения, ему работать надо. К другим приставайте. Этот список можно продолжать еще долго. Но я остановлюсь на Сибирике дёрне белом и акации желтой. Эти два растения просто созданы, чтобы укреплять склоны. А дёрен, плюс ко всему, почти не нуждается в солнечном освещении. Открытое солнечное место? Хорошо. Нет? Ну и пожалуйста. Не очень-то и хотелось. Хотя я немного покоричилась. Он, конечно, не относится к деревьям, но пионер. Чем не пионер? Пионер. Деревьев и кустарников много. И если честно, они не такие уж и беззащитные. Многие из них вполне конкурентно способны. Сложнее дело обстоит с травянистыми многолетниками. Они менее конкурентно способны. И большую их часть мы считаем сорняками. А знаете, какой сорняк-пионер самый красивый? Точно. Ромашка. Вспомните, в июне-июле заброшенные стройки, обочины дорог и овраги то тут, то там становятся белыми. Иван-чай также говорит о нарушении почвенного слоя. Обычно он приходит после сильного пожара или ветровала, образуя живописные поляны. Одним из наиболее характерных растений пионеров является мать-мачеха. Она также появляется на бедных грунтах, свалках и обочинах дорог. Но благодаря своему появлению уже на третий год в этом месте можно заметить другие растения. С каждым годом видовое разнообразие будет больше. А вот зарослей мать-мачехи меньше. Вообще, так называемые сорняки могут очень многое рассказать нам о состоянии почвы. Плоть какого вещества катастрофически не хватает в данный момент. Зря многие думают, что сорная растительность служит только индикатором показателя pH. К примеру, хвощ растет не только на кислых почвах. Но, разлагаясь, он обогащает почву магнием, кальцием, железом и кобальтом, то есть микроэлементами, или всем ненавистным пырей. Он является показателем тяжелых, плохо дренируемых грунтов. Его природная миссия – укреплять крутые склоны и предотвращать эрозию почвы. А еще, об этом мало кто знает, корни пырея выделяют специфические вещества, способные вызывать паралич нервной системы у моллюсков, то есть у слизней и улиток. Одуванчик, подорожник, лютик – все это показатели перевоплотненных грунтов. Замочили сорняки на газоне? Отлично. Аэраторы вам в помощь. Только не один раз в год, а несколько. Нет, этой машинкой вы не убьете ни мох, ни одуванчик, ни подорожник. Кстати, подорожник служит еще хорошим индикатором не только плотного грунта, но и проблем с поливом. Плотно просто займитесь аэрацией участка. Вы создадите оптимальные условия для газона, и ваши сорняки уйдут, не выдержав конкуренции. У кого газон из овсяницы, меня поймут. Если ей немного помочь, то она выдавливает сорняки в буквальном смысле этого слова. В общем, наличие сорняков говорит о недостаточном уходе за участком. Если вы не понимаете, в чем сейчас нуждается ваш сад, то сорняки берут это на себя. Помните поговорку «Чем страшнее сорняки, тем плодороднее почва». Все вышесказанное касается пионеров. Но в самом начале я упомянула еще о рудуральных представителях флоры. Их тоже можно отнести к пионерам, но к несколько специфическим. Рудуралы от латинского rudaris – щебень. Это растения, которые селятся рядом с жильем человека. В основном на свалках, заброшенных стройках. То есть, пока человек долго и красиво рассуждает о надвигающейся экологической катастрофе, растения, не теряя времени, сами решают эту проблему. Из пионеров, переквалифицировавшись в рудуралов. К ним относят дурман, полынь, белина, крапива, лопух, дурнишник, сурепка обыкновенная и конопля. Ну, на самом деле, их намного больше. Но больше всего меня восхищает лопух или репейник. Никогда не обращала на него внимания. Но однажды, обратив, поняла, что репейник зацепил меня надолго. Возможно, даже навсегда. Ну, посудите сами. Репейник красив. Вырастает до двух метров. Листья достигают 50 сантиметров. А какие у него цветы? Шаровидные, фиолетовые соцветия, прикрытые прицветниками в виде колючек. Репейник неприхотлив и склонен к путешествиям. Родившись на Евразийском континенте, он с легкостью пересек океан. И вот его уже можно встретить почти везде. Репейник полезен. Ученые со всего мира – Китай, Япония, Швеция, Канада, США – изучают и публикуют научные работы о лекарственных свойствах лопуха. Не обошли вниманием это растение и кулинары. Недавно наткнулась на дуэль блогеров-кулинаров, которые соревнуются, у кого получится круче блюдо именно из репейника. Выглядит аппетитно, но, честно скажу, пока еще не пробовала. Какую мысль я хотела донести? В первую очередь надо научиться слушать свой сад. Он всегда подскажет, что ему нужно, чего не хватает, а чего избыток. При правильной агротехнике какой-то процент сорняков, конечно, будет. Ветер все равно занесет семена сорных трав, но они будут чувствовать себя неловко и ущербно на вашем участке, а не наоборот. И второе. Иногда мне кажется, что природа – это заботливая мама, терпеливо убирающая игрушки и мусор за своим нерадивым чадом. Ну и самой любящей матери порой заканчивается терпение. Так давайте лишний раз не разочаровывать ее и не устраивать свалку вокруг себя. На этом все. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч.